Рашид Рахимов Истериком на рекордные для грузинского клуба нотки, да, заняли высокое место, после этого взяли паузу по договоренности с командой и отправились, вот странное слово стажировка, не знаю как это назвать, стажировка, смотрины, пополнение тренерского багажа, погоня за каким-то новым опытом, общение с лучшими коллегами, вы отправились в Италию и Германию. Мне вот интересно, вот когда человек вашего возраста, вашего опыта едет в эти страны чему-то учиться, что от него там ждут, как встречают и с чем он возвращается назад? Уходя после сезона, я уже тогда прекрасно понимал, что мне нужно, что я хочу сделать, на что хочу обратить внимание и уже тогда я пробовал договориться как раз с двумя этими клубами, потому что... Давайте мы скажем, какие, чтобы зрители поняли. Ну это Наполе и Хофенхайм, да, потому что эти два клуба, которые в своих чемпионатах и в, естественно, международной арене показывали достаточно хороший и качественный футбол. Я на секундочку вас перебью. Вот все-таки, да, вот что мне до конца непонятно и интересно. Наполе, это Сари, это человек, который пришел в тренерство из бухгалтера. Из бухгалтерства и его путь, наверное, путь все-таки уникальный. Посмотреть можно, повторить или что-то взять, это вот, мне кажется, вопрос сложный. Хофенхайм это совершенно другая история, это один из самых молодых тренеров в истории Бундеслиги и тоже вроде опыт, который на вашу историю не ложится. Вот как раз это я хотел и увидеть, потому что это два разных тренера, совершенно разных, но оба достигли определенного успеха. И если мы говорим о Наполе, да, Сари, тот человек, который не тренировал, который долго сидел в банке, был банковским работником, закончил тренерские курсы, принял команду в пятом дивизионе, поднял ее до серии А, вышел с этой команды в Еврокубке, получил предложение от Наполя и с Наполя занял сразу призовое место, вышел в Лигу чемпионов, продолжил такое же шествие, сейчас лидирует в чемпионате. И Хофенхайм совершенно другой проект и совершенно другая работа, тренерская, молодой, амбициозный. И сразу скажу я, чтобы долго не задерживаться на этом, совершенно разные работы. Совершенно разные работы. Сари работает, доводя все до автоматизма, обращая очень много внимания на различные детали. Берет одну схему, по которой он работает, и от нее не отходит. Здесь есть свои плюсы, есть свои минусы, на которые я и обратил внимание сам для себя на сборах. И в Хофенхайме совершенно другая работа. Различные схемы, различные системы, все время новые ситуации в тренировочном процессе. И все-таки и мне это как-то ближе. Но мы должны понимать, кто у тебя в команде, какие футболисты. Приходя в команду, ты для себя, как для тренера, должен определить, что ты хочешь. В какой ты футбол хочешь играть. Что-то копировать, я считаю неправильным, потому что это другой футбол. Это другой футбол. А какая была реакция на вас? Вот у Сари, почему он интересен? Ну потому что все-таки его фамилия сейчас произносится с придыханием. Курбан Бердеев дал недавно большое интервью казанским коллегам, где рассказывал, что хотел Сари пригласить даже в Рубин в случае своего ухода раннего. И тоже слухи говорят, что если Манчини уедет из «Зенита», то фамилия Сари может оказаться среди тех кандидатов, которых петербургский клуб захочет видеть на месте. Вот Сари, он интересуется России? Вы когда общались, было видно, что наш рынок любопытен. Нет, но я думаю, это мы здесь говорим об этом. Но то же самое, наверное, говорят и в Испании, и в Англии, и в Германии о Сари. Поэтому везде, где освобождается какой-то пост, естественно, человек, который занимает призовые места в Италии и играет в Лиге чемпионов, всегда на карандаше. Интереса к нашему чемпионату, я скажу так, я не заметил. То, что там происходит, это совершенно другой уровень, потому что на каждой тренировке присутствует по 3000 человек. На каждой тренировке, причем это не в Наполе, это в Димаро, там, где они проводят постоянные сборы. Он единственный из тренеров, итальянцев, который проводит трехнедельные сборы. Вот на этих всех тренировках присутствует по 3000 человек. И было, мы видим, совершенно другой мир. Если мы говорим о наших сборах и о наших командах, 124 аккредитованных журналиста, телевидение, все снимается. И попасть туда достаточно сложно. Мне, наверное, повезло просто, что попал, что мы договорились. Я, кстати, сидел среди журналистов, которые не могли понять, кто я. Очень долго рассматривали, затем уже набрали в интернете, все увидели. И мне пришлось давать даже два интервью итальянским, неаполитанским газетам. Я для зрителей скажу, вот, если не ошибаюсь, Рашид Рахимов говорит на шести языках. Шести, правильно? Ну, да, можно так сказать, но я бы сказал так, все-таки, если мы говорим о наших языках, которые были в Советском Союзе, это узбекский, таджицкий, плюс русский. Говорю по-сербски, можно говорить и по-испански, со мной можно говорить по-немецки. Сарева на испанском разговаривает, потому что испанский, итальянский, по-близи. Он понимает, он понимает, и у нас был переводчик, тот, который организовывал. Но наш разговор, к сожалению, быстро закончился, потому что в этот момент у Сари... Саре дали информацию о том, что все его тренировки можно посмотреть в Ютубе. На что он, естественно, не давал никакого согласия. У них начался очень жесткий разговор с директором, они стали друг на друга шуметь. Он извинился. После этого, после этого, единственный, наверное, кто снимал тренировки, это был я. Если от этих командировок перебросить условный мостик к нашему чемпионату, вот давайте с Ахмата, бывшего Терека, начнем. То, что на ваше место пришел главным тренером, ну, или, скажем, новым тренером клуба, стал Михаил Галактионов, у которого это был первый самостоятельный опыт работы главным со взрослым клубом. До этого он работал в системе юношеских сборных РФС и помощником. И то, что поначалу стало получаться. Вас удивило это или нет, вот то, что взяли тренера на вырост? Мне сложно сказать. Наверное, были свои какие-то моменты. Но то, что российскому тренеру дали шанс молодому проявить себя, это хорошо. Как будет дальше складываться, не знаю. Но у меня до сих пор хорошие отношения и с руководством клуба. Естественно, я тоже переживаю. Я знаю, что Миша Галактионов сказал о том, что нам нужно достигнутое предыдущим тренером стабилизировать и постараться по максимуму сделать шаг вперед. Это один из таких моментов основных. На что нужно обращать внимание, когда ты приходишь в такой клуб? Тебе нужно поставить определенный стиль игры, что нам, в принципе, удалось. И это тоже один из пунктов, когда ты говоришь о том, что эта команда должна играть вот в такой футбол. Потому что эти игроки расположены и могут показать только такой стиль игры. Ломать? Ну, очень просто. Но строить нам пришлось это три года, когда команду стали узнавать, когда стали видеть, что у нее есть определенный стиль игры, хорошая организация игры. Поэтому я думаю, что я бы пожелал, наверное, Миши удачи, чтобы у него получилось. Единственный, наверное, очень сложный момент для тренерского штаба сегодняшнего Ахмата, это то, что на этом уровне ни один из тренеров сегодняшних, которые есть в клубе, не проводили вот эти самые сборы. Зимние. Зимние, да. А это достаточно сложный процесс, и это очень много аналитики, очень много работы. Я понимаю и знаю, что сейчас у них очень сложный период. Ваше время работы в Тереке, потом в Ахмате, оно ознаменовано не только успехами клуба, я еще раз скажу, что клуб из Грозного занял рекордное для себя место в чемпионатах России при Рашиде Рахиме, но и тем, что вы в последнем сезоне подарили нашему футболу Далеру Кузяеву, как игрока очень высокого уровня. Вот, на ваш взгляд, те полгода, которые прошли в этом чемпионате, что он получил в «Зените», что он получил в национальной сборной? На ваш взгляд, вот насколько сейчас он играет близко к своему потолку нынешних возможностей? Вы знаете, Далер, сразу скажу, наверное, в завершающей фразе, которую можно сказать по отношению к нему. Это тот футболист, которому нужна конкуренция, который ее очень любит и который себя будет проявлять в этой конкуренции. Он пришел к нам тогда, когда он был, в принципе, уже никому не нужен. Он был в нефтехимике, никто на него не обращал внимания, но и меня попросили, естественно, за ним посмотреть. Первый же сбор показал то, что парень очень обучаемый, очень. Я для себя решил, что с ним нужно поработать обязательно. Нам нужно было посмотреть еще один сбор. На втором сборе я убедился в том, какие выводы я сделал по нему, и я понимал, что он будет прогрессировать. В течение полугода он стал очень хорошо прогрессировать. Он вышел уже в этом же сезоне, в первом, в одном из матчей. Но для меня было понятно, когда у тебя на этой позиции есть Маурисио и Адилсоны, игроки, которые очень долго играют вместе и друг друга понимают. И приходит молодой парень, 21 год. Мне нужно было в этой ситуации его поддержать, во-первых. Во-вторых, я понимал, что он даст им бой. И, в принципе, я рад, что мы не ошиблись в нем. Когда он переходил в «Зенит» и когда получил предложение, я знаю, что у него были предложения не только от «Зенита». Я уже тогда сказал, он конкуренции не испугается. И для него это очень важно, чтобы были футболисты, которые будут заставлять его делать следующий шаг вперед. И я уверен, если он перейдет, если «Зенит» захочет его продать, перейдет в другой клуб, и там он не потеряется. Потому что этот парень, он имеет достаточно высокий интеллект, не только футбольный, но и человеческий. Про «Зенит» мы заговорили. Вот странная история. Очень много говорят о том, что у Манчини либо выраженный конфликт, либо просто он не видит мест в составе игрокам с российским паспортом, которые еще недавно выступали за национальную сборную. И, тем не менее, вот с такими молодыми, как Кузяев, Ерохин, Полос. Конечно, Ерохин и Полос там молодые условно, но все равно, если брать их как главных героев российского чемпионата, наверное, все равно слово «молодость» подходит. Никаких конфликтов нет. На ваш взгляд, вот это надуманные разговоры, ими пытаются объяснить те проблемы, которые есть у «Зенита» и которые лежат в игровой плоскости или нет? Мне кажется, просто в Манчини он строит команду, обращая внимание на мобильность и на скорость. Это важные моменты в европейском футболе, они, в принципе, являются основными во многих чемпионатах. Если посмотреть топовые чемпионаты, тот же английский чемпионат, немецкий чемпионат, испанский, скорость, техника. Но у нас немножко другой футбол. У нас нет команд, которые играют в такой открытый футбол. У нас больше футбол закрытый. У нас команды любят начинать от обороны играть. Поначалу у «Зенита» многое проходило, но тогда, когда уровень сопротивления, уровень борьбы возрос, у «Зенита» появились проблемы. Почему? Потому что команда на сегодня легковесная. И там, где нужно такую оборону продавить, как раз не хватает мощи. Что делать с «Зюбой», что делать с «Шатовым», которые не играют, сидят в «Зените 2», большая все-таки зарплата у обоих. И главное, статус. Таких игроков держать, пока они не старики, на скамейке запасных, все-таки, ну, немного рискованно. Вот вы, как тренер, как менеджер, что бы в этой ситуации делали бы? Вам нужны такие игроки на скамейке, если вы их в составе не видите? Ну, это тоже нужно, наверное, обратить внимание как раз на тот момент, что и футболисты должны сами себе задать вопрос. Но я не знаю ни одного тренера. Может быть, он не вписывается в стиль игры команды, который ставит на сегодня тренер. На сегодня тренер Манчини. И эти игроки не вписываются в этот стиль. Может быть, на самом деле есть какие-то разногласия между ними. Но футболист-профессионал должен понимать, что нужно выходить каждый день и доказывать свою состоятельность. Вчерашний день уже никого не интересует. Я считаю, что оба футболиста, о которых мы сказали, и о Дзюбе, и о Шатове, они доказывали свою состоятельность. Они были игроками основного состава. А значит, в голове у них должно сидеть одно. Мы умеем, мы можем, мы будем доказывать. Если нет такой возможности, и они понимают, и тренер понимает, что на них он не рассчитывает, они не нужны, то держать все-таки их в запасе и на скамейке, я считаю, неправильно. Они могут уйти. Ну, конкурентам условно можно отдать? Это страшно, не страшно? Ну, это достаточно такой момент, знаете, щепетильный, потому что отдавая конкуренту, ты можешь услышать, хотя я считаю, что для игрока это хорошо, для нашей сборной это хорошо, но ты можешь услышать о том, что в другом клубе он забивает несколько мячей, выходит на ведущие роли, а мог бы это сделать у нас. Московский «Спартак» в понедельник сыграл второй матч на контрольном сборе в Дубае, вновь проиграл, до этого было поражение от китайской команды, сегодня проиграл в Астане, 0-2 и 2-3, соответственно. Если вы видели хотя бы в отрывках фрагменты этих матчей, что скажете, да, потому что три недели остается до противостояния с Бильбао, у «Спартака» борьба в чемпионате, именно его многие видят главной силой в погоне за локомотивом. Вот как «Спартак» подходит к весне? Первый сбор, но я знаю это не понаслышке, я сам очень много проводил сборов, они достаточно тяжелые, я обратил внимание на то, что все-таки свежести у «Спартаковцев» нет, я бы не делал акцент на результатах, скажу сразу, что, конечно же, в первом матче потери Джики, она была самой неприятной, наверное, которая, ну, такой неприятностью, которая, наверное, ударила и по клубу, и по самому игроку, и по сборной. Я в таких играх обращал бы внимание на то, как команда организована. И вот если мы посмотрим, ну, и сегодняшний матч, и матч с китайцами, то у «Спартаковцев» были большие проблемы в обороне. В первом же матче против китайцев я видел первый тайм, когда китайцы создали очень много моментов, и, наверное, счет 1-0 не соответствовал тому, как протекала игра. Они могли вести с разницей и в 3, и в 4 мяча. И сегодня с остановием проявились те же самые моменты. Вот как тренер ты обращаешь внимание вот на такие моменты. Ты не смотришь на свежесть, которая не может быть у игроков, потому что ты их нагружаешь каждый день, они не готовятся специально к матчу. Тебе нужно выполнить определенный объем работы для того, чтобы они были готовы физически. Но все-таки ты просишь их даже на фоне этой усталости иметь солидность в игре, организацию в игре, не допускать простейших ошибок, потому что все-таки это уровень премьер-лиги, это чемпион страны. И если об этом говорят клубы ниже рангом, то, естественно, чемпион страны должен ставить всегда задачу быть хорошо организованной командой, иметь определенный стиль игры. Вот эти моменты сегодня у «Спартаковцев» просматривались негативные, я имею в виду, в обороне. Но вот у «Атлетика Бильбао», как клуба из Испании, в котором вы в качестве игрока какое-то количество времени провели, есть преимущество очень-очень большое перед «Спартаком», что чемпионат на ходу. Вот это к ответному матчу преимущество, оно восполняемо, что «Спартак» успеет игровую форму набрать? Или это все иллюзии, о которыми журналисты жонглируют, до конца не понимая своего? Ну, это определенный плюс команде, которая в тонусе и которая продолжает... Ну, сколько процентов, если можно об этом узнать? Ну, еще раз, я думаю, что здесь, если вы хотите процента, то пусть будет 10-15. Потому что игровой тонус, он, конечно, имеет значение, но когда ты проходишь сборы и в последний заключительный матч ты уже ближе готовишься к сопернику, все-таки это не основной момент. И он не дает такого преимущества сопернику. Надо сказать, что «Бильбао» в этом году выглядит не очень уверенно, хотя играть в «Бильбао» всегда тяжело. И в самом деле они, стадион, они переживают за команду очень сильно, баски, и болеют очень хорошо. Но еще раз, после жеребьевки, после жеребьевки я сказал, что у спартаковцев есть очень хорошие шансы пройти дальше. И поэтому я и говорю, мы должны быть и говорить о том, как готов «Спартак», быть довольны или иметь определенную настороженность только где-то за неделю до начала чемпионата, если мы посмотрим завершающий контрольный матч «Спартаковцев». Я уверен, что они уже будут подходить ближе как раз к матчу с «Бильбао». Но тогда мы можем неделю с вами пообсуждать, что возможно. Вопрос травмы Джики, он породил очень серьезные дискуссии и в интернете, и живые дискуссии. Для «Спартака» это пятая травма, связанная с крестами, с костнообразными связками за последнее время, включая молодых игроков. И разные версии. Кто-то говорит, что, возможно, нагрузка физическая не совсем верна, особенно та, которую игроки сами получают в тренажерном зале. Кто-то удивляется и говорит, что странное дело, травмируются только, ну, россияне, да, а легионеры почему-то при таких же нагрузках вроде бы живо-здоровы. Кто-то считает, что, может быть, это следствие игры в большом количестве на искусственных полях в юном и молодом возрасте, когда организм растет и связки там как-то укрепляются или не укрепляются. Вот у вас есть свой взгляд на происходящее? Это тенденции или это пять совпадений? Знаете, надо, наверное, посмотреть в процентном соотношении, когда получают эти травмы. Я бы не стал брать ни россиян, ни иностранцев. Нет. В какой момент матчи? Без единоборств. Без единоборств. Без единоборств. А крестообразные связки, они в основном рвутся при определенных неправильных движениях колена, которые, находясь в хорошей форме, ты в течение игры контролируешь. Поэтому эти травмы, они зачастую происходят тогда, когда ты на усталости, тогда, когда в матче идет второй тайм, ближе к завершению, в процентном соотношении таких травм больше. Потому что на усталости тебе тяжелее контролировать как раз все эти остановки, стопы, развороты. Где-то неправильно поставил галь на стоп и колено развернулось. Спратаку что делать в этой ситуации? Травмы Джеки возвращать и наигрывать стабильно Кутепова, как основного игрока, оборона, покупать еще одного игрока, пытаться, если время для этого есть. Как смотреть на ситуацию? Вот по-менеджерски и по-тренерски. И по-тренерски, и по-менеджерски я считаю, что в той ситуации, в которой сейчас находится Спартак, потеряв основного защитника, тот защитник, который показывал стабильную игру на протяжении чемпионата, он мог закрыть и левую сторону, и мог играть центрального защитника, конечно же, нужно приобретать нового игрока. Не говорит о том, что мы же не можем сыграть в три центрального защитника, которые есть на сегодняшний день. Это те же Кутепов, Бакетти и Таски. Нужен обязательно еще один центральный защитник. Но это проблема не только сейчас, теперь уже для Спартака, это же проблема и для сборной. А вот для сборной, да? В сборную же не купишь игрока. Сборную не купишь. Не то чтобы готовая, а как вариант, который вы видите, как аналитика. Я уже говорил на эту тему, я сказал следующее. Мое мнение, что в этой ситуации нужно, наверное, поговорить и вернуть одного из Березуцких в сборную. Конечно же, есть те, которые против, но давайте мы, наверное, все-таки спокойно оценим ситуацию. Это чемпионат мира у нас в стране. Это игрок, который обладает очень большим опытом международным. Говорить о том, что он не вытянет или не будет готов физически, я бы не стал. Потому что он играет постоянно в составе ЦСКА. Если не Березуцкие, да? Если не вернуть. Но я беру, что все-таки, знаете, я беру так, что вот в таких турнирах должны быть опытные футболисты. А у нас их и не так, не очень много. Если мы говорим, есть Акинфеев, он хорошо сыгран с Березуцким. Они друг друга понимают в армейском клубе. Это определенный плюс для сборной. Это связка. Потом нужен лидер, тот, кто умеет вести за собой команду. Тот, кто может придать уверенности команде. И опять ты выходишь на опыт Березуцкого. Есть у нас и другие центральные защитники. Но их можно привлекать, конечно, в сборную. Но еще раз, это все-таки определенный риск на таком уровне. Здесь игрок проверены и времени для экспериментов, но очень мало. У нас стремительно поменялась, как часто бывает, точка зрения на группу, в которой попала сборная России на чемпионате мира. Если после жеребьевки превалировало настроение, все замечательно и должны выходить когда, как не сейчас, то практически сразу после этого стали внимательно смотреть на игру Салаха, на Ливерпуль. И уже такие вот сомнения, что можем противопоставить ему, как играть против Салаха. Вот на ваш взгляд, это надуманные страхи, ненадуманные. Мы и Египет сегодня равнозначные величины? Мы сильнее Египта. Если мы говорим о Салахе, то давайте мы вернемся к сборной Аргентине. У них есть Месси. Сборная Аргентины не выиграла ничего, как сборная. Они никак не могут стать чемпионом мира. Мы же не в финале играем, да, с Египтом? Да, но Аргентина это совершенно другая страна. Мы сейчас говорим о том, что там есть Месси, который не выиграл. Салах очень хороший футболист. Но я не думаю, что один Салах может сделать игру. Это достаточно сложно, все-таки это командная игра. Сборная Египта имеет еще троих-четверых неплохих футболистов. Если брать в целом сборную, это и молодой опорный полузащитник из Арсенала. Ну, еще двоих-троих можно назвать. Но по большому счету, если мы говорим о том, какая сборная на сегодняшний день сильнее, то я считаю, что мы сильнее, конечно. Это был последний вопрос для Рашида Рахимова. Один из самых ярких представителей российской тренерской школы. Был в гостях в футбол России. Спасибо, что были с нами.